Сегодня мы начнем новую тему, которая называется анализ размерностей или механика размерностей. И я ее буду рассказывать не традиционно, не так, как она обычно рассказывается. И оттуда много чего полезного можно будет вытащить. Вы даже сами убедитесь и удивитесь, что вот такая простая вещь, как размерность, может сильно пригодиться в научной работе, в чем угодно. Я буду эти примеры приводить. Итак, мы начнем с одного примера, который придумал Аппель. Аппель — это математик. Он прославился тем, что в теории рядов что-то такое там сделал, всякие признаки сделал. Но вот он еще в те времена, что физики, что математики, все одни и те же люди. Поэтому он еще придумал один пример из математического маятника. Но поскольку мы все хорошо знаем, что это такое, и все формулы помним, то начнем с того, что вот формула, которая всем известна. Тетто — это период. Он просто другой буквой занят. Обычно Т обозначается, но у нас буква Т будет занята. Поэтому мы тетто обозначили. 2π корень из l делить на g. Вот эту формулу весь мир знает. И вот теперь мы давайте посмотрим на способ получения вот этой величины без уравнений, без диффориов, без физики, вообще без всего. Вот давайте. От чего может зависеть тета? Начнем. Ну вот, от чего она может зависеть? От l может быть. От g точно зависит. Потому что не будет силы тяжести, колебаться вообще не будет ничего. От массы. Ну мы знаем, что не зависит от массы. Но наперед мы не знаем. Мы ее впишем. Ну и вроде бы вот больше уже и нечего. Значит, что вот это такое? Это числа, которые получаются путем сравнения с некоторыми талонными. Если l, то это с метром связывает, m с массой, это с килограммами или с граммами. И вот численные их значения зависят от того, какие мы эталоны выбрали. Давайте мы вот в этих эталонах единицу длины уменьшим в l раз, единицу массы уменьшим в m раз, а времени в t раз. Тогда численные значения вот этих величин увеличатся в такое же количество раз. Это абсолютно понятно, как в известном мультфильме, что в попугаях я длиннее. Вот это тот случай, когда от сантиметра перешли к размеру попугая. Значит, там получились другие числа. При этом единица скорости уменьшится в l на t раз, а численные значения скорости увеличатся в такое же количество раз. Единица ускорения уменьшится в l на t квадрат раз, а численные значения увеличатся на l на t квадрат раз. При изменении основных единиц измерения значение физических величин меняется. И вот то, во сколько раз увеличится значение физических величин при уменьшении основных единиц, определяется размерностью физической величины. Вот размерность скорости, вот размерность ускорения. Вот это несколько такой необычный подход. Ну, что, двинем дальше. Вот теперь пример Аппеля, вернемся к нему. Вот если мы L на G поделим, то что это такое? Ну, мы смотрим, что это величина. Если мы помним, что это величина L деленная на G, это T в квадрате. Величина, время в квадрате. Если мы уменьшим единицу длины в L раз, а единицу времени в T раз, то величина L на G увеличится в T квадрат раз. А корень из вот этой L на G в T раз увеличится. И тета тоже увеличится в такое же количество раз. Это период, я напомню. Значит, вот такая величина L делить на корень из L на G вообще не изменится при изменении единицы измерения. Хоть в чем мерей. Хоть в вершках, подах, там, чем угодно. И вот эта величина будет одна и та же. Значит, это вот то, что не меняется, называется безразмерная величина. Ее размерность единица. Вот по определению единичка. Теперь, теперь хорошо. Вот мы нашли вот этот параметр P, безразмерный период колебания. А от чего он-то зависит? Ну, кроме как от L, M и G у нас больше-то и нет параметров. Это называется определяющие параметры. Вот мы выбрали три определяющих параметра, но мы их и будем тащить. Значит, смотрим. Смотрим. Вот эта безразмерная величина, она не меняется при изменении основных единиц измерения. Вот единицу массы уменьшим в M раз. Вот это увеличилось в M раз. Но при этом и G, и L не изменились. Получается, вот это не изменилось, вот эти две не изменились, вот это изменилось. Но это же какая-то функция, значит, от M она не зависит. Тут мы дифуре всякие решали, что от массы не зависит. А тут вот, пожалуйста, на уровне размерности мы это понимаем. Так, хорошо. Значит, она зависит только от L и G. Теперь уменьшим единицу времени в Т раз. Численное значение G изменится. Мы уже не будем говорить во сколько раз. Но L и P останутся, значит, от G она не зависит. Ну и совершенно понятно, что она не зависит от L, когда только L осталась. Потому что мы тоже L можем изменить единицу измерения. И тогда вот эта величина, это численное значение изменится. И изменится, но P не изменилось. Значит, и от L не зависит. В результате P получилась константа. И тогда, если P константа, то вот по этой формуле θ равняется вот эту константу умножить на корень делить на Lg. Константа это безразмерная, мы ее найти не можем. Но мы ее можем найти, например, экспериментально. Взять один раз эксперимент провести и ее определим. А поскольку она 2P, то это экспериментальный способ определения числа P. Так, смотрим дальше, что из этого можно извлечь. Ну, вот теперь усложним задачу. Усложним задачу. Введем еще один размер характерный. Ну, скажем, размер тела. Вот если вы помните, то математический маятник, размер тела точка, а физический маятник, он потолще такой, побольше. И у него размер уже, может быть, как-то сравним с размером L. И мы еще один безразмерный параметр получим. Вот рассуждая точно так же, как было раньше, вот мы получим, что вот этот параметр P будет зависеть от P1, а от всех остальных не будет зависеть. И тогда период будет корень из L на G на безразмерную функцию, а это параметр P1. Вот эту функцию мы найти не можем. Но насколько эта функция важна или не важна? Вот если у нас P1 маленькая, как это мы приближаемся к математическому маятнику, то тогда ее можно нулем заменить, и функция от нуля будет константа, но ваша же константа не была ни нулем, ни бесконечностью. И тогда P несущественный параметр. И когда безразмерная величина вот эта будет к нулю стремиться, то она у нас фактически выпадет из рассмотрения. Мы первый раз получили свойство. Малый параметр можно выкинуть из рассмотрения. Малый безразмерный параметр. А чем малый от большого отличается? А ничем. Единица на P1 поделите, он же станет большим. Поэтому и большие тоже можно выкидывать. И малые, и большие. Но есть особенности. Вдруг вот эта вот константа будет равна нулю, тогда у нас это все полетит. Будет нуль. Или бесконечности. Саму-то функцию мы не знаем, поэтому мы вынуждены по поводу нее вот что-то думать. И вот теперь, как производится анализ размерности, как его используют. Нужно установить параметры, от которых зависит определяемая величина. То есть это вот то, что мы там L, M, G, вот эти параметры установили. Они называются определяющими параметры. То есть найти все определяющие параметры. Важно ограничиться минимальным количеством этих параметров и не пропустив ни одного существенного. Лишнего можно брать. Вот массу мы там взяли лишнюю, она у нас просто вывалилась и все. Но пропустить ему что-нибудь, например, G пропустили, все, ничего не получено. То есть среди набора вот этих определяющих параметров нужно перебрать все существенные и можно еще лишних набрать. Они сами по себе выпадут. Выделить параметры с независимыми размерностями и привести соотношение в безразмерный вид. И вот в этом безразмерном виде отбросить несущественные безразмерные параметры. Это маленькие и большие. И то, что останется, это будет вот тот научный навар. Но это я только так наперед сказал. Мы дальше это будем рассматривать. Выигрыш число... Так, а ну-ка. Выигрыш... Это число безразмерных параметров будет меньше, чем число размерных параметров. Вот искомая функция. У нее набор независимых размерностей какой-то. Вот это размерные параметры. Вот эти независимые размерности, а вот эти все зависимые. И в безразмерном виде вот это же будет представлено меньшим количеством безразмерных параметров. Вот это выигрыш, который мы получим. К этому мы еще раз вернемся и очень подробно. Ну, и вот, казалось бы, конечно, вот такая зависимость, она проще, чем вот эта. Но сильно зависит от того, вот этот набор вот этих параметров, каков он, большой или маленький. Вот если n минус k равно 1, то здесь один параметр. Вы существенно упростили задачу. А если 2, ну, упростили. А 3 вы уже без толку применять, теория размерности. Поэтому здесь иногда может не получиться. Но все равно в любом случае вот этот подход полезен. Ну, и вот мы рассматривали вот такую функцию, f, безразмерная функция, f от p1, когда n минус k равно 1. И говорили, что p1 может быть существенным, может быть несущественным. Зависит от вида функции f. Вот мы говорили, что если p1 стремится к нулю или к бесконечности, то эта функция может стремиться к константе не нулю и не к бесконечности. Тогда этот параметр несущественный. Сюда можно ставить нуль и заменить вот эту функцию на константу. А вот смотрите, пример. Логарифм p1, он всегда существенный. И для малых значений p1, и для больших. Он уходит в бесконечность. Все, вот его нельзя считать несущественным. Вот другой пример. Единица плюс p1 в степени альфа, альфа больше, наверное, в знаменателе. Когда p стремится к нулю, вот этот кусочек стремится к нулю. И тогда наша полная функция будет вот к этой константе стремиться. Значит, он несущественный при малых значениях. А при больших значениях, вот тогда вот эта вот часть, она, смотрите, стремится к нулю, и вся функция к нулю стремится. А когда функция вот эта к нулю стремится, то для нас это плохой признак. Мы не можем эту функцию найти вообще, она просто нуль. И это становится в другом пределе, он становится существенным. И вот откуда вот эта функция ищется? Из всего чего угодно. Из эксперимента, из теории или из разумных соображений. Вот экспериментатор, когда ставит точки, он может эту функцию просто на глаз определить и подгонять методом наименьших квадратов к тому, что ему кажется разумным. Ну, это так было введение. Сейчас мы уже начинаем более-менее подходить как к науке. Значит, размерность. Мы ее уже один раз определили, мы сейчас еще к этому вернемся. Основные единицы измерения и производные единицы измерения. Когда мы начинаем изучать какую-то науку, в этой науке мы должны определить основные единицы измерения и все прочие через эти будут единицы измерения находиться. Но в механике это только три. Это масса, длина и время. И больше нет ничего. Все остальные выражаются через три величины. Но производные. Вот скорость V, L на T, ρ, M на L в кубе. И вот размерность их. Теперь, вот то, что мы выбрали здесь, грамм, а не пут, например. Это важно? А здесь сантиметр, а не вершок. А здесь время секунду. А в чем еще можно мерить время? В каких-нибудь экзотических единицах. Но вот среди экзотических я знаю расстояние, которое меряется в трубках в Англии. Человек идет и курит. Пока трубку выкурил, какое расстояние он прошел? Это единицы измерения. Ну, в России верста, сожень, локоть. Там это вот такие все были. Ну, вот какая-нибудь еще экзотическая есть и для времени. Так вот, вот это то, что мы написали, это SGS. Сантиметр, грамм, секунда. Вот это. Но у нас есть очень похожая. И международная СИ. Там вместо грамма килограмм, вместо сантиметра метр, вместо секунды та же самая секунда. Вот они здесь нарисованы. Они отличаются только величиной основных единиц измерения. Так. А может ли здесь основных единиц стать не три, а больше? Для механики нет. А увеличите науку электричества, то добавьте, возникнет вот здесь ампер, а здесь кулон. И началось нарастать количество вот этих основных единиц измерения. И чем больше мы будем знать науку, тем больше этих единиц будет. Мы же не всю науку знаем. Но если мы сейчас остановимся на механике, у нас три только единицы измерения. Так вот, такие системы единиц измерения, в которых они отличаются друг от друга только величиной основных единиц измерения, они объединяются в класс. Совокупность систем единиц измерения, отличающихся между собой только величиной основных единиц измерения, называется классом. Вот чтобы перейти внутри, например, СГС сверху, грамм секунды, нам нужно поделить на некое число М. М равно 1 тысяче, получите С. Л поделить на 1 сотую, получите метр. А Т здесь единичка, вот тут одно и то же, секунду здесь. И вот это переходные коэффициенты. Чтобы СГС перейти в С, нам нужно вот такие вот величины, такие вот делители такие вот иметь. Значит, смотрите, теперь другие размерности. Вот как другие размерности? С этим мы уже с вами сталкивались. Вот если единицу массы уменьшить в М раз, единицу длины в Л раз, а времени в Т раз, то единица силы уменьшится в М, Л, Т в минус второй степени раз. А численное значение увеличится в такое же количество раз. Вот это и есть размерность. Вот размерность силы, мы будем обозначать квадратной скобочкой, это М на А, это М, Л, Т в квадрат. Чем вот это определение такой размерности лучше, чем то, как вы раньше знали? Тем, что раньше вы их определяли через какой-то закон. Вот это, Ф равняется М, второй закон Ньютона. И тогда вы, М зная, М зная, вы нашли размерность силы. Да, это осталось по-прежнему. Но, когда мы вот так идем, нам эти законы даже не нужны. Мы эти размерности начинаем изучать как бы до всех законов, что и, собственно, правильно. Размерность начинается до того, как закон известен. И вот поэтому у нас другой подход. Так вот, теперь определение, то, которое мы уже слышали. Размерностью физической величины называется функция, определяющая во сколько раз изменится численное значение этой величины при переходе от некоторой системы к другой, внутри данного класса. Данный класс важен. Значит, почему? Меняя классы, вы меняете размерность. Вот, например, у вас, давайте я чуть-чуть вернусь назад. Вот смотрите, вот у нас три основные единицы измерения. А мы можем, например, взять и сюда добавить силу. Она будет зависимая, размерность. Тогда мы можем выкинуть массу, оставить силу. Будет другой класс. И размерность в этом классе будет другая. Она будет через F, через силу выражаться. Поэтому размерность зависит от класса единицы системы измерения. То, как вы знали это раньше, основывалось на том, что вы кроме C и SGS больше ничего не видели, не слышали. Поэтому у вас все только в массах, в килограммах, метрах и секундах измерялось. На самом деле можно любыми размерностями пользоваться. Важно, чтобы их три штуки было, чтобы они были независимыми. Так. И вот теперь мы подошли к одному очень важному моменту, который говорит, что размерность любой физической величины выражается степенным одночленом. Ну, вы, наверное, забыли, что такое степенной одночлен. Вот размерность M в какой-то степени умножить на L в какой-то степени и на T умножить в какой-то степени – это степенной одночлен. То есть произведение в разных степенях каких-то величин. Это степенной одночлен называется. Так вот, размерность любой физической величины – это степенной одночлен от основных единиц измерения. Откуда это мы взяли-то? Откуда? Нет, нет, нет. Что размерность всех производных, основные, понятно, у нас выбраны. Почему там логарифма нет среди размерности, симуса нет? Почему только степенной одночлен? Вроде бы другой, как-то глуповато искать размерностью через логарифм какой-то. Потому что такого не видели никогда. Но если с позиции, когда с 0 начинаешь, почему бы размерность не выражалась через еще логарифм какой-нибудь? Только так, кажется, это можно доказать. Не основываясь, да, основываться на физический закон нельзя. Без законов. Как это доказать? Значит, вот мы берем класс единиц измерения, П, Ку и так далее. Вот у нас МЛТ было, 3. А теперь мы вообще всю науку рассмотрим, вообще всю. И там будет сколько угодно этих параметров. Класс будет ну, с любым количеством независимых размерностей. Мы их обозначим. Первую букву мы знаем, остальные точечки будем писать. И тогда размерность физической величины, она же, помните, вот она какая-то функция, это есть функция от П, Ку и так далее. Вот это какая-то величина. Вот эту функцию мы не знаем. Вернее, мы уже определили жизнь, что это степенной одночлен, но мы хотим это доказать. Так, с чего мы начнем? Мы с того начнем, что внутри класса все системы единиц равноправны. Очень разумное утверждение. То есть, если вы взяли пуд сахара, а потом взяли отдельно 16 килограмм сахара, у вас количество этого сахара не изменилось, несмотря на то, в чем вы его меряете. И поэтому все вот эти единицы внутри класса равноправны. Ну, вроде разумно. Давайте мы тогда поступим следующим образом. Мы рассмотрим внутри данного класса три системы единиц измерения. Три единицы измерения. Нулевую, с которой мы будем стартовать. Первую и вторую. Нулевая – это исходная система. Первая из нулевой получается уменьшением основных единиц измерения в П один раз, К один раз и так далее. Чтобы перейти из нулевой в первую, нужно основные единицы измерения, уменьшить в П один, К один раз и так далее. А чтобы из нулевой перейти во вторую, нужно уменьшить в П два, К два и так далее раз. Поэтому размерность при переходе из нулевой в первую – это какая-то функция. Вот она. От П один, К один и так далее. А при переходе из нулевой во вторую та же самая функция, только при других значениях П, К и так далее раз. А численные значения вот в этих единицах, в этой системе, в первую и вторую, они отличаются друг от друга? Да, численно отличаются. Там в попугаях мерить или в сантиметрах, вот они и отличаются. И то, во сколько раз численные значения величины А отличаются в первой и второй системе, вот так вот. Друг на друга их надо поделить. И вот во столько раз численные значения в первой и второй системе отличаются друг от друга. Так. Теперь они все равноправны. И поэтому нам незачем стартовать с нулевой, чтобы попасть в первую или во вторую. Мы можем сразу из первой попасть во вторую. Перейти. Тогда что у нас будет? Чтобы перейти из первой во вторую, нам нужно вот эти величины поделить друг на друга. Мы же их... То, чтобы понять, во сколько раз у нас основные единицы измерения получились в переходе из первого во вторую. Вот во столько раз основные единицы измерения уменьшились. И так далее. И тогда размерность, тогда вот эта же функция, вот эта же функция даст нам во сколько раз изменились эти численные значения величин, величины А при переходе с первого во вторую систему. И вот это, и вот это, это одно и то же. Понятно. Значит, мы в результате получаем вот такое вот уравнение. Это функциональное уравнение. Здесь нужно найти функцию. Ну, функциональное уравнение вы-то их точно никогда не решали. Их на мехмате только смотрят. Но оно настолько простое, что мы его сейчас моментально решим. Значит, давайте способ решения предложим. Мы вот это все возьмем производную по П1. И после того, когда возьмем производную ПП1, мы все П1, П2, П1, П2 и так далее приравняем друг к другу. Вот давайте возьмем производную по П1. Значит, П1 только вверху, поэтому производная вот здесь вот она, производная по П. Почему по П? Потому что дальше мы П1 и П2 и приравняли П, П1, П2 приравняли и так далее. Вот у нас получилась производная по вот этому индексу, вот по вот этой переменной это П. Снизу, снизу у нас мы вот в этом уровне ничего не делали, у нас просто П2, П2 заменились на П и К. Теперь здесь производная по П1. Нам нужно взять вначале производную по этой величине, по первой величине, причем только по П1. Значит, мы взяли производную по первой величине, а потом вот эту П1 деленную на П2 взяли производную по П1, получили единица на П2, а потом П2 приравняли П, получилась единица на П, производная по первой величине, мы его как буковкой П обозначаем, а здесь что П1 равняется П2 К1, то здесь везде единички ставят. То есть это какая-то функция, от конкретного числа, это функция, это число какое-то, и вот у нас получилось некое число деленное на П, вот это уравнение дифференциальное, оно с разделяющимися переменными, и оно легко решается, получается, значит, вот производ, вот эта константа, вот она альфа, и мы видим, что если мы, так, где у нас тут ДП, вот здесь вот, тут ДФ, а ДП вот сюда пойдет, вот она, ДФи, деленное на Фи, вот это Фи, вот это отсюда, ДФи, деленное на Фи, а тут альфа, деленное на П, ДП, ДП убрали из знаменателя вот отсюда, вот она, и мы получили простое уравление с разделенными переменными, решение которого логарифм, в степени альфа, и вот мы нашли зависимость от П, Фи, это есть П1 в степени альфа на константу интегрирования, константа интегрирования у нас на самом деле зависит от остальных, то есть это некая функция, от Ку уже, П там уже нет, только Ку и так далее, но поскольку П, Ку, они ничем не лучше, чем Ку и чем П, то мы то же самое проделаем с остальными и получим только другие зависимости, другие степени, но у нас впереди должна остаться константа безразмерная, и ну дальше мы понимаем, что если мы ничего не меняем при переходе, вот мы говорим, что мы должны перейти в другую систему, поменяем там в П раз, ничего не меняем, значит, П и Ку у нас все единички и ничего не изменилось, это будет единица всего, значит, С тоже константа тоже равна единице, и мы получили степенную зависимость, зависимость вот это степеноид на член, законами никакими мы не пользовались физическими, это только математика, математика, она может ее считать безразмерной, она там размерностями как-то не больно пользуется, значит, вот это такая забавная теорема, ее можно бы отнести к разряду как натур философских рассуждений, вот когда вы философию какую-то изучали, там есть часть натур философии, когда там природу изучают, вот это вот кусок натур философии, вот у вас здесь Калмогоров, он в том большом здании преподавал, он, у него было 10 аспирантов все время, и один из них был философ, который занимался натур философией, и он разбирался, а что было до большого взрыва, а у нас можно ли пространство делить, делить, и все меньше, меньше уйти, меньше кварков, что там будет, вот такие вот философские рассуждения, но на уровне физики, вот это теорема к этому же относится, к натур философии. Вот теперь мы вернемся к размерностям, вот это мы доказали, конечно, это здорово иметь такое доказательство, но такое не очень нужное, мы бы то, что это степенные размерности, степенные одночлены, мы и так знаем, просто мы сейчас показали, что другого ничего нет, и не надо ожидать логарифмах, например, только степенные одночлены. А теперь мы вернемся к размерностям, и вот посмотрим понятие независимой размерности, вот у нас пусть есть размерности некоторых величин, к штук, и они имеют независимую размерность, в каком случае, если размерность любой из них нельзя выразить в виде степенного одночлена через остальные, то есть если мы выразили один через все остальные, то значит мы его выбрасываем оттуда, он с зависимой размерностью, ну и в конце концов мы наберем набор независимых размерностей, они не обязательно основные, вот в механике здесь должно три штуки стоять, и не важно что мы в качестве основных единиц измерения, MLT или там силу, еще там чего-нибудь, ускорение какое-нибудь, просто размерности в этом классе будут другие, они по-другому будут выражаться. Так, теперь чем они хороши, вот эти независимые размерности, они же зависят от основных единиц измерения, вот они независимые, но они все равно выражаются, ну в нашем варианте через MLT, через массу, через килограмм, метр и секунду. И вот среди них можно так изменить основные единицы измерения, чтобы менялась только одна из них, остальные держались в одинаковом. То есть мы можем в нашем варианте взять три независимых размерности и поменять длину, время и массу, и поменяется среди них только одна, то есть сами подберем, поменяется только одна. Это можно сделать, особенно это понятно, когда вы в качестве вот этих просто берете массу, L и секунду, они же тоже сюда тоже могут подойти, да. Вы массу меняете, но метр и секунда не изменились, вот вы только одну изменили и так далее, L потом поменяете, потом секунду поменяете на две секунды и у вас меняется что-то, но не меняются все остальные, а меняется только одна характеристика. Вот это можно тоже доказать, я уж не буду, мне с меня хватит степенного одночлена, а я почему, почему я говорю, что вот тут набор теорем, они не больно нужны для жизни, а для жизни нужна только одна теорема, она называется Пи-теорема, мы до нее доберемся. Итак, среди, если мы возьмем набор основных единиц измерения и поменяем в них независимый размер, набор параметров с независимой размерности, поменяем в них основные единицы измерения, мы можем их поменять так, что меняется, будет меняться только одна из них, остальные будут оставаться постоянными. Так, вот, наконец, пятиорема. Это единственная теорема, разумная из всей теории размерности, она просто полезная. Вот, пусть у нас есть некий физический закон, вот он, А, какая-то характеристика размерная, является функцией от определяющих параметров. Вот их, n штук мы взяли. И среди этих определяющих параметров первый k штук имеет независимые размерности. Остальные, с k первой до n, выражаются через размерность первых k аргументов, первых вот этих штук. То есть, мы можем размерность вот этой величины, вот она, представить, как размерность первой в какой-то степени, размерность второй в какой-то степени, и так далее, дойти до k тоже в какой-то степени. Потом ко второму приступить, и дойдем до последней. И вот тогда у нас таких величин, вот таких наборов будет n минус k штук. Вот k это количество независимых размерностей, а n это общее количество определяющих параметров. И тогда вот из этих величин можно сделать безразмерные величины, вот из этих. Каким образом? p1, смотрите, мы берем p1, это вот это ak, она вот такую размерность имеет, и потом мы поделим на a в той же самой степени, a2 в той же самой степени, дойдем до ak тоже в той же п1. Потом перейдем к следующему ak plus 2, тоже получим, и до последнего дойдем, его номер будет n минус k, и последний будет an поделить на аналогичные последние степени. Теперь величину a мы тоже можем обезразмерить, это величина a, у нее тоже какой-то среди вот этих вот, среди вот этих мы какие-то степени тут выберем, которые положены, и поделим на степенной одночлен вот из этих параметров с этими степенями. Значит, теперь мы будем смотреть на вот эту величину π. π это что у нас? Это величина a, а a у нас вот она, то есть вот эта функция, делить на набор вот этих набор на степенной одночлен из первых k определяющих параметров. Теперь смотрим, внутрь функции лезем. Вот первые k мы их не трогаем, они независимую размерность имеют, а следующие, начиная с k плюс первого, мы поступаем в следующее. Вот k плюс первое это π1 умножить на вот этот знаменатель. Вот он π1, а вот знаменатель. И так со всеми мы поступим. То есть вначале будет идти безразмерный множитель какой-то, а потом степенной одночлен. И у нас получится, что вот в этой функции из размерных параметров будут от 1 до Акатова. Больше не будет. Все остальные будут связаны ну какими-то соотношениями. И вот безразмерные числа π1 и так далее πn минус k. То есть вот эту функцию, вот эту большую, где мы можем обозначить как функцию, другой буквой, от k штук размерных параметров и n минус k безразмерных параметров. Значит, вот безразмерные параметры не зависят от системы единицы измерения. Они везде одинаковые, они безразмерные и не меняются. А вот эти k, они зависят от системы единицы измерения. И давайте мы поменяем единицу основные, возьмем такую основную единицу измерения, при которой будет меняться только один. Значит, вот в этой вот, в такой записи мы взяли, поменяли основные единицы измерения у независимых размерностей и поменяли их так, чтобы меняется только один. Поэтому в этой функции вот это не меняется. а здесь переменным является только а1, все остальные постоянные. И мы видим, что вот эта функция осталась, значит, от а1 вот это f не зависит. Выкинули 1, остался а2. Но а2 ничем не лучше 1 и так далее. Итак, мы переберем все, избавимся от размерных величин. В результате в безразмерном виде у нас та же самая зависимость будет, только в ней будут все безразмерные величины и их будет n минус k штук. Меньше вот здесь параметров функции меньше, чем было. Вот теперь мы сформулируем пи-теорему. Пусть существует физическая закономерность, выраженная в виде зависимости некоторой размерной величины от размерных определяющих параметров. И вот вот это вот. Пусть вот такая зависимость существует. Эта зависимость может быть представлена в виде зависимости безразмерной величины от безразмерных параметров. Вот она. Количество этих безразмерных комбинаций меньше общего числа размерных определяющих параметров на число определяющих параметров с независимыми размерностями. То есть, если в размерном виде здесь было много переменных, n штук, то в безразмерном их стало n минус k штук. Вот это пи-теорема. Вот мы ее доказали, а теперь почему она такая хорошая, почему ее нужно помнить и стараться применять везде. А стараться применять ее нужно вот почему. Вот представьте, что вы работаете вот с этой функцией, и у вас вот столько определяющих параметров. Вы хотите найти эту зависимость экспериментально. Для того, чтобы построить график, то есть многомерный график получается, для того, чтобы построить график, вам нужно, ну скажем, 10 точек, чтобы кривульку построить, 10 точек вы так уже. То есть, каждый параметр должен поменяться 10 раз. Значит, общее количество параметров будет 10 в степени n. Вы должны провести эксперимент. Правильно, да? А если вы вот с этой работаете, то вам нужно не размерные параметры менять, а безразмерные. А их будет на k меньше. Если будет, если будет, если будет, можно по 10 параметров, чтобы точку провести, вот этих найти, то здесь будет меньше в этом эксперименте на 10 в степени k раз. То есть, в механике k равно 3, то есть экспериментов в тысячу раз меньше. Понятно? Вот вы проводите эксперимент, и там не надо массу менять килограммы, там на полкило и так далее. Вы должны пересчитать это на безразмерные параметры и работать с ними. У вас будет сильно уменьшиться количество работы. Если вы делаете расчеты, та же самая история, численный расчет. Вот вы по этой работаете, там, с уравнениями на въезд токса. Их 5 штук, там много всяких определяющих параметров. И вы начинаете в размерном виде считать. И вам нужно перебрать какой-то набор этих значений всех. У вас будет много численного расчета. Если вы то же самое сделаете в безразмерном виде, у вас будет в тысячу раз меньше расчетов. Вот вывод. Этим нужно пользоваться. Удивительно, но этим не пользуются. Вот это вот не то, что не пользуются. Пользуются, кто понимает. А те, кто не понимает, они делают один или два эксперимента, и все так, на качественном уровне. Вот на качественном можно, на количественном уже лучше переходить к разумному такому делу. Вот пример. Давайте примерчик посмотрим. Сила сопротивления тела в вязкой жидкости. Сила. Вот как-то она зависит от скорости. Ну вообще, от чего она зависит? Мы еще должны определить этот параметр. От скорости зависит? Это ваш физический вот уже такой опыт. Да, вы понимаете, чем тащить с большей скоростью тяжелее. От скорости зависит. Записываем параметр, первый определяющий параметр. От размера зависит? Ну одно дело ведро тащить в воде, другое дело баржу. Все понятно, что от размера зависит. От вязкости, ну это точно зависит. Одно дело в мазуте тащить, другое дело в жидком гелии. И от плотности. Вот это уже не очевидно. Почему от плотности? Потому что, когда вы тащите, у вас раздвигается среда. И плотную среду раздвинуть тяжелее. И поэтому от плотности тоже зависит. Но до этого надо еще додуматься. Теперь, ну может еще что-то есть. В принципе, могли бы дописать. Но вот больше четырех параметров мы не видим. Поэтому вот остановимся на четырем. Дальше размерность. L, вот она L, это длина, скорость L делить на t. μ, это коэффициент динамической вязкости. M, L в минус первой, T в минус первой. И ρ, M на L в кубе делить. Значит, вот все размерности. Смотрите, здесь L, T и M все фигурируют. Значит, количество независимых размерностей здесь три. Значит, N равно 4, K равно 3. N минус K единица. Значит, у вас вот эта функция может быть приведена к одному безразмерному параметру. Вот это N минус K, это один параметр. Значит, смотрим, какой параметр вот из этих сделать безразмерным. Ну, вот масса у нас, меня мешает масса. Давайте ρ поделим на μ, и у нас получится, масса исчезнет. Значит, вот это вот L и T в минус первой окажутся в числителе. Значит, и вот это L минус вторая степень, а T в первой степени. Дальше мы домножим на V. В общем, поуничтожаем эти степени, получим безразмерный параметр вот такой. Это среди вот этих. Теперь, как обезразмерить вот эту функцию? Ну, есть стандартные способы обезразмеривания. Вот у экспериментаторов это 1, 2 ρ в квадрате на площадь поперечного сечения. Вот так, вот на такую величину обезразмеривает. Что такое S? Это L квадрата. Площадь поперечного сечения – это L в квадрате. И в результате мы вернемся к этому, но помним, что S – это L в квадрате. То есть у нас среди вот этих есть размерность L. Мы получим такое, что вот эта функция P1, вот P есть функция от P1, а тогда F есть 1, 2 ρ в квадрат S, вот она, умножить на вот эту безразмерную функцию от вот этого параметра. А этот параметр называется число Ренольца. И у нас получается в безразмерном виде зависимость гораздо проще, чем в размерном. А только от числа Ренольца зависит. Теперь представьте, что вам нужно построить график. Здесь от 4 параметров, а здесь от 1. Вы 10 экспериментов проводите, и все, и кривулька у вас готова. Это вот пример из жизни. Так, а теперь аналогичный пример, только то же сопротивление, только другое сопротивление. Вот когда у вас идет корабль по поверхности, он гонит волны. На продукцию этих волн расходуется энергия. Вот эта энергия уходит, она отходит от корабля. Ее нужно постоянно поддавать в двигатель, чтобы она восполнялась, эта энергия. И получается так, что этот корабль, даже если жидкость будет невязкая, у него все равно будет сопротивление. Оно называется волновым сопротивлением. Поэтому полное сопротивление, которое у корабля есть, оно связано с вескостью и связано с продукцией, с волнопродукцией. Вот это волновое сопротивление. Вязкость мы здесь выкинули, мы работаем в жидком гелии. Значит, вязкости нет. Тогда мы определяем, от чего зависит. В общем, мы понимаем, что от В, Л, Ро вязкости нет. Но у нас сила тяжести, потому что без силы тяжести не будет волн на поверхности. Значит, сила тяжести еще один параметр. Опять осталось 4. Если мы посмотрим на их размерности, то их тоже 3 независимых размерностей. Параметр 4, их 3, Н-К. И мы среди вот этих найдем безразмерный параметр. Вот отсюда сделаем. Это В делить на корень из ЛЖ. Это называется число Фруда. Ну, а силу мы тоже обезразмерим на Ро, Л в кубе Ж. И у нас получится в безразмерном виде вот эта запись, как некая безразмерная функция от числа Фруда. В общем случае, что получается, если у нас есть и вязкость, и волны, то это будет два параметра. Число Рейнольца и число Фруда. От них будет все зависеть. Ну, чтобы как-то вас убедить совсем, что теория размерностей очень такая мощная наука, расскажу одну задачу, которая, ну, очень была популярна, когда делали атомную бомбу. Это задача о сильном взрыве называется. Значит, вот в начале координата взрывается бомба. Среда – это воздух. Ну, воздух. Нажимаемая среда – воздух. И отсюда пошла ударная волна. Вот она со временем, она растет. Вот это скорость, это расстояние до фронта. И нам нужно найти зависимость расстояния до фронта от точки взрыва. Со временем. Как он будет зависеть от времени. И мы начинаем рассуждать. Но вначале мы должны некоторые вещи вспомнить. У вас ударные волны были хоть раз? Вообще не было, да? Ну, тогда я на словах расскажу. Значит, это скачок. Скачок величин, которая, эта волна распространяется. Распространяется посреди. И есть плотность до ударной волны и после, сразу после скачка. Давление до и после. Что там еще? Энтропия до и после. Скорость звука до и после. В общем, все характеристики. Температура до и после. Значит, вот. Все характеристики после ударной волны возрастают. Все. Но некоторые неограниченно возрастают с ростом мощности, а некоторые ограниченно. Ограниченно возрастает только плотность. Плотность может для двухатомного газа увеличиться в 6 раз. И все, больше не может. Значит, она увеличивается так. За скачком, если перед скачком ро, то после скачка гамма, гамма это ЦП делить на ЦВ. А этого хоть ЦП и ЦВ знать помните, что это такое. ЦП делить на ЦВ плюс единица делить на ЦП, ЦП деленное на ЦВ минус единица. Вот если ЦП к ЦВ для двухатомного газа 1,4, это константа. И получается 6 в конце. То есть как бы вы мощность не увеличили, больше чем в 6 раз вы плотность не собьете. Теперь, а если мы будем смотреть с позиции безразмерных величин на мощность ударной волны, тогда у нас получится, что мощность давления в бесконечный раз увеличивается. Хоть в размерном, хоть в безразмерном виде. Что там, температуры в бесконечность. И все в бесконечность. Все. А помните, что согласно теории размерности, все большие величины, все маленькие мы должны выкинуть. Мы их можем выкинуть. Останется только что? Плотность. И для мощной ударной волны мы обязательно должны включить плотность. Вот она, по которой бежит ударная волна, а на остальное можем наплевать. Для сильной ударной волны это так. Итак, вот смотрим, от чего может зависеть расстояние до фронта. От мощности взрыва? Ну, зависит. От времени? Ну, от времени само собой зависит. От плотности? Да, мы выяснили, что зависит. А от чего еще? Вроде бы уже остальные-то мы выкинули. Больше ни от чего не зависит. Но это для мощной волны. Теперь смотрим. Энергия. М, Л, Т, М, Л в квадрате, Т в минус второй степени. Т это Т. Ро, М, Л в минус третьей степени. Значит, у нас здесь, смотрите, размерности, количество размерных параметров 3, а независимых размерностей тоже 3. Значит, согласно пи-теореме, Н минус К равно 0. Теперь, хорошо, вот мы, значит, вот из этого мы можем сделать, друг из друга мы их выразить не можем, но мы из них можем сделать любую размерность, либо М, либо Л, либо Т. Сделаем размерность Л. Ну, давайте посмотрим, как мы можем сделать размерность Л. Вот у нас М мешается, мы Е поделим на Ро нулевое. Что у нас получится в результате при делении Е на Ро нулевое? М сократится, Л станет в пятой степени, а Т станет в минус второй степени. Значит так, если мы домножим на Т в квадрате, мы вот эту минус вторую степень уничтожим, и у нас останется Л в пятой степени. Извлечем корень пятой степени, получим размерность длины. Вот эта размерность, вот этого РФ. То есть вот это мы должны поделить, но вот это, и должно быть безразмерной функцией. А от чего это безразмерная функция? У нас получается не от чего. Значит она константа. То есть вот эта безразмерная функция, константа. И тогда вот это РФ через вот это выражается вот таким законом. Через константу. Смотрите, мы с вами хоть раз газовую динамику вспомнили. Хоть один закон вспомнили. Хоть что-нибудь, хоть дифур один. А задачу-то мы решили. А задача-то мощная. Про атомный взрыв. Значит, есть одна заковырка. Вот это С, это безразмерный множитель. Мы его из этой теории найти не можем. Но есть разные хитрые такие способы. Ну, первое, хотя бы такой способ. Хотя бы один атомный взрыв произошел. Вот это С можно посчитать из него хотя бы один раз. И уже мы будем узнать дальше. Она безразмерная, она для всех взрывов одна и та же будет. Второй вариант. Вот в безразмерном виде все порядка единицы. Вот когда мы... И С будет тоже порядка единицы. Наконец, самый тяжелый вариант. Мы можем взять, наконец-то, уравнение. Должен образом обезразмерить их, порешать. И найти из решения вот эту константу С. Она окажется порядка единицы. Ну вот, значит, вот такая штука. Она очень простая. И вы видите, что мы ее решили как нечего делать. Но мы ее решили на таком пальцевом уровне все-таки. Без уравнений, без всяких тонкостей. Мы просто нашли, с какой скоростью продвигается фронт. И вот, когда атомную бомбу оценивали американцы у себя для того, чтобы попугать первоначально весь народ во всем мире, они прям сняли фильм, в котором стояли по очереди дома, танки, деревья, время было. И вот как идет волна, рушит все. Расстояние все известно. Все известно в фильме. Всем показывали. Вот везде по всему миру. Чтобы подзапугать. Ну, американцы порадовали, что вот они какие люди сильные. У них был такой ученый Тейлор, который вот неплохо в этом деле разбирался и знал пятиорему. Он взял, значит, вот этот фильм, в нем померил по времени, как идет ударная волна. Взял вот в таких координатах, значит, логарифм от этого взял. Получил, что в этих координатах должна быть прямая линия. То есть логарифм РФ от логарифма Т должна быть прямая линия. Вот эта линия, вот в эту константу, которую этот констант, в нее входит Е. Если эту линию провести, то вот это Е можно вычислить. А главный секрет в Соединенных Штатах был вот это Е. Они не хотели его выдавать. Сколько килотонн там втратили их бомба. Он решил эту задачу. И поскольку она простая, он опубликовал в каком-то таком простеньком, ну, я уж не знаю, там журнальчике где-то. И сказал, удивительно, но у него вот эта мощность в точности совпала с той, которая, что редко бывает, а тут прям точно совпала. И он выдал секрет Соединенных Штатов. Ну, его вытащили в ФБР. И начался длинный разговор. На кого работаете? Вы секрет наш выдали. Что он им стал рассказывать? Петерема. Правильно же? Вы пробовали Петерему рассказать менту там кому-нибудь? Куда он вам сказал? Те сказали то же самое. Они сказали, так, его гада надо вот в терягу. Но на всякий случай они у ученых-то запросили. Что и как? Запросили. И те говорят, да, есть такая Петерема, проверили, да, все правильно, все нормально. В общем, мы его выпустили. Но за это время он стал настолько известным, потому что это вот такой скандал. Стал академиком там и так далее. И впоследствии он, ну, не сильно позже, он вот эту константу нашел через, просто решая уравнения обычные газовые динамики в безразмерном виде. В общем, нашел на константу, убедился, что на порядке единицы. И все, в общем, пошло правильно. У нас, в России, этой же задачей занимался академик Седов. Вот в соседнем здании работал. И еще в институте механики он работал. Значит, у нас в стране этой задачей занимался академик Седов, Леонид Иванович Седов. Значит, у него чуть-чуть другая история была. Ну, если вы помните, когда во время Второй мировой войны, когда война закончилась, там уже захватили все, что только можно. Вот эти секретные заводы с Фау-2, с атомными, вот с попыткой сделать атомную бомбу. И все специалисты достались Америке, а нам досталась документация от этого. И наши уже работали с документами, с документацией, и, значит, выясняли, что к чему. Вот в это время академик Седов, тот, он обезразмерил точно так же, но решал уравнение по-другому, нежели Тейлор. И решал, насколько помню, впереди Тейлора, пораньше чуть-чуть. То есть он получил, а тот же самый ответ получил раньше. Но получил и получил. А в этот момент вот эти, по этим немецким документам стали смотреть, что там немцы думали по этому поводу. и нашли, что один инженер решал задачу не такую, а схлопывающийся взрыв такой. Вакуумная, вакуумная бомба, если сейчас бы сказали, вакуумная бомба, когда вот так схлопывается. И в этой вакуумной бомбе оказалось, что если время пустить вспять, то получится взрыв вот такой же. И фактически этот немец решил задачу вообще впереди всех. Только он этого не знал, потому что ну там не то время было. И вот у академика Седова был аспирант, Баринблад Григорий Сакович, которому было поручено разобраться с этим немцем, что он там собственно сделал для своей диссертации. Он разобрался, сказал, да, вот была такая задача решена, фактически вот эта задача о взрыве, если время пустить в другую сторону. Ну и значит вот он ее решил, немец, первую задачу. Ну вы наверное понимаете насколько вот академики гордятся своими достижениями там. Но Седов сказал этому аспиранту выкинь ты это все. Пусть ну бог с ним подумаешь он там решил, там время было тяжелое, там он не знал что делать, выкинь, это у меня неудобно, я на этом академиком стал. Но не на того нарвался. Он сказал, ну как же выкинуть, это же чистая правда. И вместо того, чтобы выкинуть, он усилил эту часть своей диссертации. За что был выгнан из аспирантура. Ну тоже понятно, все мы люди. Но опять же не на того нарвались. У Бринблата отец был личным врачом Сталина. Но правда это время уже после войны, когда уже вот это дело врачей, я не знаю, вы там слышали, такое дело врачей уже закончилось. Вот он успел уйти из этой команды, которая лечила Сталина, незадолго до начала этого дела. То есть он в живых остался. А остальные там вот всех посадили, там им плохо было. Но вот у него известность такая, связи были колоссальные. Короче говоря, Бринблата не выгнали, младшего не выгнали. Его взял на поруки Калмогоров. То есть чуть-чуть перешли с одного здания на другой этаж. И уже Калмогоров довел его до кандидатской диссертации и дальше все шло нормально. Видите, какая забавная история вокруг этого соотношения крутится. Там есть еще и дальше рассказ, но я все-таки должен науку рассказывать, а не байки. Итак, вот у нас такой случай с теорией размерности. Но чтобы окончательно вас добить, давайте я теорем Пифагора докажу еще. Это самое быстрое доказательство в мире, которое существует. Для этого мысленно, как в школе, рисуем прямоугольный треугольник, площадь, от чего его зависит. Ну, можно произведение катетов пополаме, а можно взять гипотенузу, домножить на синус угла, это будет высота, и, ну, в общем, через гипотенузу и угол, два других параметра, полностью описывает треугольник, либо два катета, либо гипотенуза и угол. То есть площадь зависит от гипотенузы и угла. В безразмерном виде, с помощью пятиаремы, нам нужно обезразмерить площадь. Поскольку у нас есть только один размерный параметр, то мы должны обезразмерить его на гипотенузу, на квадрат гипотенуза. Вот такая в результате площадь есть гипотенуза на безразмерную функцию от безразмерного параметра. Безразмерный параметр остался один, синус, ой, угол, мы даже синуса не знаем, угол, какая-то функция от угла. Теперь, если мы разобьем высотой этот треугольник на два подобных треугольника, получится три подобных треугольника. Каждый из них может найти площадь через его гипотенузу и угол. Угол у них один и тот же, а гипотенуза по очереди является катетой. Вот два подобных треугольника разбиты. Сумма площадей С1 на С2 равняется С. Вот эта функция безразмерная у них одна и та же. Мы получаем закон гипотенуза. Вот вам и теория размерности. Совсем уже неожиданно, да? так что две вот этих задачи предыдущие вот это они демонстрируют, что все-таки это довольно мощный подход. Значит, вот теперь все из-за чего мы с вами вели разговоры, это как бы записать наше уравнение в безразмерном виде. И сейчас я вам покажу, как это делается и зачем это делается. При этом мы уравнение запишем в более общем виде, чем мы с вами знаем. То есть я сейчас запишу сразу вязкие уравнения. Это более мощные, чем уравнение Эйлера. Вот уравнение Эйлера, вот я показываю кусочек, вот он, а вот этот член, это вязкость. Это коэффициент кинематической вязкости это лоплосиад. И вот вот эти уравнения они описывают, это замкнутая система уравнений, и они описывают все явления в том числе и вязкие. Совершенно понятно из рассказа, что более разумно перейти в безразмерный вид и работать с этим же уравнением в безразмерном виде. И отсюда можно, кстати, выводы еще до решения кое-какие выводы уже делать. Как делается безразмеривание? Ну, есть много всяких вариантов, но мы сейчас пойдем по самому простому пути. Пусть по всем направлениям есть характерный одинаковый размер, характерный L0. Тогда размерные координаты XYZ есть размерный множитель L умножить на безразмерные координаты X1, Y1, Z1. То есть вот с индексом 1 это безразмерная величина. Точно так же мы можем обезразмерить время размерное на некое размерное время T0, его еще нужно найти, на безразмерное время. Скорости обезразмерить на некую характерную скорость в этом явлении, на компоненты безразмерных скоростей. силу проще проще обезразмерить на ускорение свободного падения. И вот тогда, если мы все это сюда запишем, в эти уравнения, мы должны прежде всего научиться находить производные. Вот это вот в этом месте, это dv по dt было. v размерное есть v нулевое на v безразмерное, и вот это v нулевое константа, поэтому из-под дифференциала она в виде константа, в виде множителя выходит. Здесь производные по времени, но время есть t нулевое на безразмерное время, и t нулевое тоже константа, она тоже выходит из-под знака дифференциала. То, что остается dv1 по dt1 это производное по безразмерному времени от безразмерной скорости, а вот размерность всего этого слагаемого она вот здесь отсредоточилась, v нулевое делить на t нулевое. Теперь это означает что? Что если у нас есть какие-то характеристики, то мы каждый раз от них, если в числителе находится, выносим v, а в знаменателе то, что у нас там должно находиться. Вот смотрите, v1, вот они, от v, два раза v, здесь и здесь, значит, v нулевое в квадрате выйдет множителем. Здесь набло оператор, это производная, значит, от производных выйдет l нулевое в знаменателе, появится размерный множитель и безразмерная нелинейная слагаемая. Это внешняя сила безразмеренная ножей на силу тяжести. Теперь здесь у нас давление безразмеренное на p нулевое, такой характерный множитель, насколько меняется давление в этой системе. А градиент, у него в знаменателе появится множитель l нулевое, в знаменателе даб. Поэтому появится перед градиентом p вот такой множитель p нулевое на r нулевое l. И там, где сила вязкости, это лаплосиан, поэтому вместо l нулевое будет l нулевое в квадрате, здесь v нулевое и множитель был n, он еще в исходном уравнении был. Все вот эти размерные множители имеют абсолютно одинаковую размерность. Поэтому если разделить на один из них, они же станут безразмерные. Вот давайте мы разделим на вот это то, что стоит перед нелинейным членом, вот это на v нулевое в квадрате деленное на t. В результате перед производной по времени образуется такой блок l нулевое v нулевое на t нулевое, значит, l нулевое в числителе, v нулевое и t нулевое в знаменателе. Ну, вы видите, что это безразмерное число. Здесь единица мы на него поделили, здесь будет g l делить на v нулевое в квадрате перед давлением p нулевое на ρ v нулевое в квадрате. Значит, l нулевое вот отсюда и здесь они сократились. Ну, и то, что было при вязкости, будет n делить на v нулевое l. Вот эти все множители безразмерные. Они имеют названия все именные. Вот это число, число струхаля, вот это число, вот это число фруда, вот это число эйлера и последнее число ринольдс, перевернутое, то есть единица на число ринольдса и тут единица на число фруда. А, вот тут число фруда, единица на число фруда. Уравнение неразрывности, поскольку у них одинаковые, одинаковые Это характерные значения и снизу, и сверху. Оно что в размерном, что в безразмерном виде выглядит одинаково. И вот что у нас получилось. У нас получилось, что в уравнении на вес токса есть набор безразмерных параметров, которые мы должны еще с ними разбираться. А как мы можем разбираться? Откуда они вообще? Или нулевое откуда взять? Т нулевое, В нулевое? Это следующее соображение. Мы должны взять какое-то явление, которое мы понимаем, которое мы хотим исследовать. И для него есть какое-то характерное L, какое-то характерное V, какое-то характерное T. И вот сюда мы должны подставить, при этом безразмерные все слагаемые окажутся порядка единиц. То есть вот этот порядка единицы, вот этот порядка единицы, вот этот порядка единицы, вот этот порядка единицы. А значимость каждого этого слагаемого в исходном, размерном уравнении будет определяться вот этими числами. Если оно большое, значит слагаемое большое. И тогда у нас есть возможность посмотреть, что можно выкинуть, что можно оставить. То есть вот такой простенький анализ этого уравнения для конкретного явления сделать. Но иногда можно пойти по-другому. Например, договориться, что вот здесь вот t нулевое есть l нулевое деленное на v нулевое. Прям договориться всем. Мы все пишем уравнение, и здесь будем считать, что характерное t есть l нулевое делить на v нулевое. Тогда число Струхаля будет порядка единицы. А вот здесь вот договориться, что p нулевое есть ρ нулевое деленное на v нулевое в квадрате. Тоже договориться. Это мы делаем насильно. Что это означает? Это означает, что при таком подходе вот эти уже могут быть непорядка единицы, другие. Но какая-то польза с этого будет? Будет. У нас слишком много свободных параметров, мы можем кое-что, как хотим, так и сделаем. Что останется у нас? А вот смотрите, что у нас останется. Вот у нас, я здесь число Фруда еще, число Струхаля еще не выкинул. Вот если я число Струхаля положу, единички, и все мы одинаково будем обезразмеривать эти уравнения, то у нас останется число Фруда и число Рейнольца. И у нас вот это уравнение, как уравнение, которое нужно решать, будет иметь два параметра, которые нужно менять, и которые мы будем при решении, мы будем вот эти вот переменными, будем их тоже менять по очереди. То есть мы будем решать для разных значений параметра. Теперь смотрите, вот у нас есть два явления. Одно, все мы, они там, там, обтекание, обтекание самолета и обтекание моделей. Описывается одними и теми же уравнениями. Там и там газовая динамика. Мы их обезразмерили, одинаковым образом, свели вот к этим уравнениям. И число Струхаля у нас там тоже единичка. Так у нас число Струхаля на следующем слайде равняется единичка. И у нас останется число Рейнольца и число Фруда. И если они для модели и для реального явления будут одинаковые, то уравнения у нас просто совпадут. А стало быть, решения их тоже совпадут. И нам тогда можно порешать эти уравнения для, например, модельки мелкой, а пересчитать это на крупный самолет. То же самое можно сделать с экспериментом физическим. Не обязательно его считать. Можно проделать эксперимент. Обдувать в аэротрубе не большой самолет, а маленький. И там что нам должно? Нам нужно, чтобы было геометрическое подобие. То есть здесь, если самолет, так самолет должен быть. Маленькая модель самолета, а не, я уж не знаю, что-нибудь там, пятиконечная звезда, например. Тут обязательно должно быть подобие, геометрическое подобие. И должны совпадать числа Рейнольца и числа Фруда. Тогда уравнения будут одинаковые, значения решения будут одинаковые. Такие явления будут называться подобными. И вот теория подобия для эксперимента строится на безразмерных вот этих числах. Для нас это всего лишь два числа. Число Фруда и число Рейнольца. Теперь, с точки зрения Пи-теоремы, вот сюда должны входить только два числа. Число Фруда и число Рейнольца. Гораздо проще, чем изучать при всех изменениях, там, самолет с всех размеров продавать, там, со всеми скоростями продавать. Но вот не так-то все это просто. Так бы природу надуть бы хорошо бы, но она, у нее свои взгляды на наши дела, и она тоже все понимает. Оказывается, в одной и той же среде нельзя сделать число Фруда и число Рейнольца одинаковыми. Вот смотрите. Вот у нас число Фруда. v в квадрате делить на g, это размер. Вот число Рейнольца. v нулевое l делить на ν. Это коэффициент кинематической вязкости. Значит, вот первое явление у него, вот число Фруда. Вот второе явление, вот число Фруда. Вот они равны. Это мы так и хотим. Теперь число Рейнольца. Первое явление, второе явление, и это равны вот эти. Давайте мы сделаем следующее. Мы перемножим первое слагаемое первое уравнение на первое слагаемое второе уравнение, и второе тоже перемножим. Ну, раз равенство есть, мы можем перемножать левые и правые части каждого из них на каждое. Значит, смотрите, при таком перемножении у нас л нулевое, вот это сократится, оно здесь, л нулевое для первой, и здесь л нулевое для первой, оно сократится. В нулевое станет В в кубе, Ж останется и Ню останется. Это ускорение свободного падения, это коэффициент вязкости. Значит, и здесь та же самая история, здесь только индекс 2 будет. И у нас получится В нулевое в кубе, деленное на Ж Ню должно быть одинаковое. Если одна и та же жидкость, и Ж одно и то же, то коэффициент вязкости у нас одинаковый, он сократится, Ж сократится, у нас будет В в кубе равняется В в кубе. То есть скорость уже сравнялись у самолета и у модели. Хорошо сравнялись. Смотрим, значит, сюда. Вот если скорости одинаковые, вот они, вот они, да, вот это, вот скорости одинаковые, они сократились, эти одинаковые вышли. У нас Л равна. То есть у нас модель, оказывается, того же размера и обдувается с той же скоростью. Ну, ясно, что это... Мы-то хотели, наоборот, чтобы был маленький самолетик и там небольшой ветродуйчик, чтобы там все померить. Ну, вот не получается. То же самое в воде не получается. Поэтому как же здесь поступать? Поступают следующим образом. Значит, вот у нас есть на самом деле два числа, и все явления от них зависят. Это число Рейнульца и число Фруда. Вот это сила сопротивления, я уже вам ее показывал. И мы смотрим, за что ответственно число Рейнульца, за вязкость. А число Фруда, оно ответственно за волнопродукцию. Мы это уже с вами освещали. Вот иногда из физики можно сразу сказать, что какое-то явление можно пренебречь. Вот приведу пример. Подводная лодка. Она идет под водой. Ну, глубоковато, скажем. У нас сейчас подводные лодки идут полкилометра под водой, а сама длина 100 метров. Значит, туда далеко. И она испытывает силу сопротивления вязкою и гонит волну. Волну по поверхности. Если возмущение от лодки затухает экспоненциально, то до поверхности уже ничего не доходит. И какого числа Фруда не было, волнового сопротивления не будет. В подводном состоянии лодка идет быстрее. Она не создает волну. В надводном или близкой к поверхности она будет еще гнать волну. И тогда число Фруда будет нужно учитывать. Так вот в этом явлении, когда лодка глубоко, мы можем число Фруда, какого не было, просто выкинуть и все. Этим мы пренебрегаем вот целым явлением, созданием волны. Если мы в состоянии вот проделать такую вот такую операцию, чтобы пренебречь чем-то, мы можем это сделать. У нас останется одно число. Очень часто так и делается. То есть остается одно безразмерное число, и тогда исследователь говорит, я буду исследовать подобие по такому-то параметру, по числу Ринольца, и все. Но это означает, что он не доделал, не доработал, но у него и вариантов-то не было. Значит, он не смог сделать подобие еще и по числу Фруда. Так, а эти два числа, а если у нас ситуация изменится, например, мы будем сжимаемую жидкость рассматривать, газ сжимаем, воздух и самолет в нем, у нас кроме этих числа Ринольца и Фруда еще появится отношение скорости движения с скоростью звука, число Маха. То есть число с увеличением явления или усложнением явления количество безразмерных чисел может нарастать. С их упрощением может убывать. Но если у нас число Маха маленькое, как вы помните, мы можем его выкинуть, нулик мы с него поставить. И вот мы можем подставить нулик, и действительно, вот самолет, который, скорость приземления самолета что-то 300-350 километров. И скорость, при которой перестают учитывать сжимаемость, та же самая. То есть самолет, который летит со скоростью 300 километров, его можно считать обдуваемый нежимаемым газом. Почему? Да потому что там вот все эффекты сжимаемости, они оказываются слабенькими. Их можно выкинуть и все. И я вас еще хочу тоже добить уже окончательно теории размерностей. Я вас научу решать дифференциальное уравнение с помощью теории размерностей. Уравнение в частных производных. Значит, вот уравнение теплопроводности. У – это температура. Ну, вы узнаете уравнение теплопроводности? Хорошо. Значит, это на бесконечной оси одномерное уравнение теплопроводности. И мы поступим следующим образом. В нуле, в начальный момент времени, в нуле выделяется большое количество, ну, какое-то количество тепла, которое потом по вот этой СХ распространяется. Это, как же это называется, одномерное уравнение теплопроводности или по штанге идет, по проволоке. Как-то вот так. И это вот описывается таким уравнением. Теперь, как ставятся условия? В начальный момент времени – так, это какая-то температура, вот это какая-то температура, и относительно нее идет увеличение или уменьшение температуры. Вот это температура превышения над фоном, что ли. И в начальный момент превышения нет никакого. Потом, в начальный момент времени выделилась конечная тепловая энергия. Вот здесь возникла дельта-функция по Ху, проинтегрировав по Ху, мы получаем тепло. И на бесконечности, пока туда тепло дойдет, там все равно будет нуль. Вот такая постановка – решить такое уравнение вот с такими граничными условиями. Ну, я намеренно, не сильно там всякие дельта-функции рассказываю, я думаю, что просто ни к чему это вам тут. Вот решаем такое уравнение. Смотрим на уравнение. Где у них определяющие параметры? Ну, прям понятно. Т, вот он, вот он Х, вот ТХ, вот он Капа. И среди вот этих единственные параметры Ку. Четыре параметра. Они имеют размерности. Время – Т, Х, Л, Капа – это коэффициент теплопроводности, Л квадрат на Т. И вот это Ку, смотрите, вот эта температура умножить на… проинтегрирована, это еще на Л нужно. То есть размерность вот этой Ку – это У, У температура умножить на размерность Л. Теперь вот смотрим, если мы Капа умножим на Т, Капа на Т, Т сократится, будет Л в квадрате, извлечем корень. Вот это размерность длины будет иметь. Вот это вот. Теперь Н равняется четырем, К равняется трем. Значит, какие размерности у нас? Да, я обращаю ваше внимание, что мы ввели размерность температуры здесь. Мы могли бы через энергию там, но наше право. Вот размерность температуры, вот она. И вот она еще есть. Значит, смотрим, Н минус К равно единице. Теперь У, это вот это. Значит, ее нужно, ее размерность Ку делить на вот такой корень. Вот смотрите, если мы Ку, размерность, нам нужно, чтобы вот это У поделилось, У маленькая, но вот это большое У, это тоже температура. Значит, мы из Ку и вот этого параметра Л делаем размерность, безразмерную величину. Ку, она У на Л, нужно поделить на Л. Вот поделить на корень, это вот КПТ в степень минус 1 вторая. Теперь из оставшихся частей, вот из этих, смотрите, здесь только две размерности, две Т и Л. Значит, у нас остается только взять вот Х, вот этот Х, поделить на корень из КПТ, это вот размерность Л, вот это безразмерный параметр. Значит, мы должны искать решение вот этого уравнения в таком виде. Безразмерная температура на безразмерную функцию от безразмерного параметра П1. Вот такая запись вследствие пятиаремы. Значит, У равняется вот множитель, который мы, вот он, вот он этот множитель, вот это безразмерная функция, вот это тоже безразмерный параметр. Вот это размерность температуры. Теперь я сейчас, вы сейчас увидите страшное дело, но я его быстренько расскажу, вы сильно не вникайте. У нас исходное уравнение, дайте, чтобы не пугать вначале, вот исходное уравнение было уравнение в частных производных. Т и Х было переменное. А мы свели к одному уравнению, к одной переменной, и их делить на корень из Т. Вот оно. И если мы сделаем сюда такую подстановку, у нас уже уравнение будет не в частных производных, а обыкновенное. Вот уже упрощение. Обыкновенное уравнение проще решать. И мы будем дальше сводить производные по времени к производным по Пи. Производные по Пи1 – это штрих будет. Но в конце концов, Пи1 – какой-то параметр, по которому искать производные даже некрасиво, то мы его обозначим буковкой КСИ. Их делить на корень из Т. Так вот, значит, производная по Т от У выражается через производные по Пи. Вот производная по Х через производные по Пи. Вот вторая производная. Вот уравнение, которое мы подставили и стали с ним работать. Вот получили окончательное уравнение. Это уравнение в частных, уравнение обыкновенное от вот этой переменной КСИ, которую мы можем решить. Исходное уравнение теплопроводности мы решить не могли. Так вот, вот оно решение. Оно вот в таком виде. Е в степени минус С квадрат на 4. Если мы введем какую-то величину А, константу, которую мы потом найдем, то у нас вот такая зависимость от Х будет. Вот такая зависимость будет от Х и от Т. А у нас пока неизвестно. Но если мы проинтегрируем температуру в любой момент времени, она должна равняться от минус до плюс бесконечности, она должна равняться К. Вот этот интеграл мы можем вычислить и приравнять К. В результате мы найдем А. Это та константа, которую мы вот здесь ввели. Вот она теперь. Вот решение уравнения. Это называется фундаментальное решение уравнение теплопроводности. Значит, вот общее решение через начальные условия. Но это вот все-таки в Урматах вот это делается. А вот то, что мы получили, это фундаментальное решение. Его вот решение такого типа, а именно когда там дельта функции, дельта воздействия, получить можно. Но при более общих условиях, конечно, нельзя. То есть я вас научил, но если у нас хотя бы еще один параметр будет, размер, ну, например, два источника тепла. Все, вы не решите его. И нужно в лоб пришать с самого начала. То есть иногда теория размерности дает хороший результат, а иногда все-таки она и не помогает. Ну, хоть когда-то, если она помогает, то и слава богу. Поэтому так и нужно. И вообще теория размерности, она крайне полезная вещь, но не надо на нее смотреть, как на панацею. Она помогает решить, но не решает. Все-таки решаете вы. И вы будете определять, и как обезразмеривать, и что там делать. И, в общем, это огромная польза с этого. Теперь, как вообще, зачем она нужна? Вот у вас есть явление, описанное в уравнениях. И вы не очень понимаете, как вам упрощать ее. Значит, упрощать нужно следующее. Маленькие слагаемые выкинуть, большие оставить. Ну, самый простой вариант. Как делают-то? Вот маленькие выкидываем, остальные оставляем, и начинаем решать. А как определить, маленькое оно или большое? Вот лучше всего под это явление обезразмерить ваше уравнение. А потом посмотреть безразмерные числа, которые они там есть. И они вам скажут, какое слагаемое большое, какое маленькое, какое можно выкинуть, какое нельзя выкинуть. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!